Стали ахать и охать, но на что? Булочку пополам не могут разрезать? И впихнуть в эти две половинки мясо? Я не знаю, как Лукашенко и кому собрался впихивать между булок мясо, но как мне кажется, если бы он мог создать Макдональдс, он бы это уже давно сделал. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Белорусские киберпартизаны нанесли удар по Роскомнадзору. Атака была произведена на компьютерную систему ФГУП, главный радиочастотный центр. С начала войны эта организация следит за противниками русского режима в интернете, выискивает неугодные ресурсы, пишет доносы и пытается добиться блокировки сервисов. Киберпартизаны утверждают, что нарушили работу главного кремлевского цензора и получили огромное количество материалов, которые свидетельствуют о тотальной слежке за всеми, кто за 20 лет высказывался против Путина. Белорусские киберпартизаны выходят на новый уровень. Теперь они уничтожают тех, кто пытается уничтожить свободу слова. Бытовая химия, корм для животных, молочные продукты, но дефицита в Беларуси нет. А прилавки пустые, потому что люди сегодня все купили, а еще пока ничего не привезли. Белорусский дефицит будет усиливаться, и причина тому – лукашенковские неправильные, неправильно принятые решения и законы. Вы поймите, что тут дело не в Лукашенко конкретно, а то, какие законы и какие решения он принимает. Когда он запрещает повышать цены на те или иные товары, это говорит только о том, что эти товары пропадут с полок белорусских магазинов. МАГАТЭ заявила, что следов грязной бомбы в Украине нет. Российская Федерация, естественно, с этим не согласна. Совет управляющей международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ приняла резолюцию, в которой сказано, что следы изготовления грязной бомбы в Украине не найдены. Агентство также призвало Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС. И, естественно, такое решение МАГАТЭ Россию не устроило. И причина тому – ложь, которую несет Россия на протяжении 8 месяцев. И в Организации Объединенных Наций, и по ТВ. Рассказывая про боевых комаров, которые каким-то образом вычисляют только русских, чтобы их заразить. Или ястребов, или голубей. Ну, такого бреда даже умственно отсталый придумать бы не смог. Металлопрокатный завод в Миорах теперь принадлежит к государственной форме. Вы спросите, а что тут интересного? А дело в том, что в прошлом году владельцев предприятия посадили за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Сказал, всех под метлу в камеру. До этого у завода был контракт с одной из команд Формулы-1. И инвестиции на 200 миллионов евро. Это что, нормально? Но после того, как частное предприятие оказалось в руках местных недовластей, оно попросту обанкротилось. Я в детали не вникаю. В августе завод национализировали, а теперь все его активы передали недавно созданной государственной фирме. Ну, разве это нормально? Не нормально. И таких предприятий в Беларуси десятки, а то и сотни. Каждый раз, когда частник создает какое-то более-менее дельное предприятие в Беларуси, Лукашенко садит директора предприятия, отжимает то или иное это предприятие, а после оно банкротится. То же самое было и с Мутавелло. То же самое было и с гомельским Спартаком. Когда частники занимались этими предприятиями, товары распродавались по всему миру. Контракты и инвестиции лились рекой. Как только Лукашенко засовывает грязные лапы к этим предприятиям, они сразу становятся банкротами. В Беларуси Качанова рассказывает, что в школе должны работать не только учителя, но и идеологи. Они сделали из батюшек и попов этих самых идеологов. Тут они, в общем-то, на этой службе объяснили, что все СБУшники совершают постоянный грех. Вообще все украинцы плохие, только русские самые великие и честные. А то, что Россия напала на Украину, это вообще ложь. На Россию, оказывается, напал весь мир, а они сейчас защищаются. Мобилизанты из Томска внезапно узнали, что офицер им просто назвездил. И теперь жалуются. Говорят, что их записали в ряды теробороны. Однако позже выяснилось, что они уже стали штурмовиками. Нам офицеры врали в лицо, что мы тероборона. И тут вообще ничего удивительного. Если вы будете протестовать поодиночке, вас всех посадят как того мужика, который лупанул лещей своему начальнику. Если вы объединитесь вместе и дадите присраться путинскому режиму, будет результат. Если вы будете это делать из-за того, что вы боитесь погибнуть на территории Украины, или из-за того, что вам денег не дали, вы будете тем, кем вы есть и кем вы жили. Тут дело даже не в том, кем вас назначают. Дело в том, куда вас отправляют. Когда вы напрете. Суд приговорил 69-летнюю пенсионерку к 2 годам колонии по обвинению в оскорблении. И таракана. Лукашенко в принципе оскорбленный человек. Он изначально оскорбленный. Всеми, кто его окружал. Он украл власть. Люди высказали свое мнение. И мнение всего белорусского народа. Напишите в комментариях, что вы думаете о Лукашенко. Ну а в Беларуси не будет никакой мобилизации, заявлялся непалый диктатор. Только вот сейчас нам в телеграм-блог присылают огромное количество мобилизационных повесток. Сейчас они говорят о том, что они хотят просто увидеть, есть ли вы и готовы ли вы за Лукашенко воевать. А потом, ну а потом все будет хорошо. Такого не было за всю историю в Беларуси. Скажите, вы помните, чтобы так массово проверяли каждого человека в Беларуси? Вы помните, чтобы так массово рассылались повестки в Беларуси? Такого не было. И сколько бы Лукашенко не звездил о том, что это каждый год происходит. Я впервые такое наблюдаю. Даже в прошлом году. Вы помните, чтобы такое было? Нет. И такого не было. Лукашенко готовится к войне. Лукашенко готовится к объявлению мобилизации. И вы тоже готовьтесь. Готовьтесь, иначе будет как всегда. Ну а это забавное видео, которое я обнаружил на просторах интернета. Женщине, которые принесли некоторые подарки, задают вопрос, а кто ты? Кто ты, русский или украинец? И немного позже становится понятно. Она говорит о том, что она деньги у русских не берет. Пенсию у русских не берет. Я напрямую пенсию у русских. Я бы не от русских привез. Я всегда вас призываю к тому. Питайтесь, потребляйте свое. Не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит. В плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, может и старшего, стали ахать и охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. Но только место Макдональдса, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Роман Александрович, белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю. Я не знаю, как Лукашенко и кому собрался впихивать между булок мясо, но, как мне кажется, если бы он мог создать Макдональдс, он бы это уже давно сделал. Он просто не понимает, что Макдональдс это необычный дом с четырьмя окнами. Это серьезная организация, в которой рассчитано все до миллиграмма. Если там должен быть один ломтик огурца, он там будет. Ни два, ни три, один. Если там рассчитано 10 грамм майонеза, значит там будет его 10. Это серьезная, сложная организация, которая разрабатывала свои документы десятками лет. А Лукашенко хочет между булок мясо запихнуть. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и не засовывайте мясо между булок. Помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живее Беларусь! Слава Украине! Пока!